Еще раз попытка номер два. Надеюсь, сейчас у нас все сложится. Таня. Ждем Таню. А пока мы ждем Таню, я все-таки еще раз напомню. Всем привет, еще раз всем привет. Неприятные моменты технические такие. Так, Таня, давай еще раз. Я тебе отправляю запрос, а ты подключаешься. Давай. Надеюсь, все получится. Привет, привет. И мы сможем поговорить о пеларгониях сегодня. Что ты будешь делать? Да, спасибо. Монстера – это моя домашняя. У нее не очень крупные виды листики. Она стояла у северного окна, но я ее приставила к южному. Надеюсь, что скоро она будет не только высокая, но и листья мне большие покажется. Таня, но у меня написано, что ожидания от тебя. Давай еще раз отправлю. Сейчас. Отправила тебе приглашение. Пожалуйста, смотри. Вот. Вот. Так. Я тут. Привет. Вот. Теперь все. Я так понимаю. Ты меня слышишь? Я тебя слышу. Я тебя слышу тоже. Остальные нас слышат. Друзья, напишите, пожалуйста, нас теперь хорошо слышите? Теперь все нормально? Да, у меня сейчас хорошо все слышно. Прекрасно. Всем привет. Всем привет. Всем, кто присоединился и кто не ушел с первой нашей попытки. Всем привет. Привет. Привет, Осетия. Друзья, мы еще раз повторим. Таня, это специалист по выращиванию сортовых пеларгоний. У нее очень красивые ядеряшки. Пеларгонии. Пеларгонии. Спасибо. Спасибо. Вы написали, что у нас... Комментарии вижу. Комментарии вижу. Блин. Я вижу голос задваиваться. О, ты видишь? О, ты прекрасно. Так, не пойму, что нужно. Мне тебя снова плохо слышно, но может быть, это помехи связи. Так, ну что? Главное, что Татьяна, все хорошо. Так, я тебя представила. Судя по выращиванию сортовых пеларгоний очень красивые. Найк про них очень много, по крайней мере, гораздо больше, чем я. Друзья, все вопросы, которые... Я в запи... Обобщила. Сейчас Таня на них... Так, ну первое... Я не пойму, почему... Мне опять тебя слышно через раз. Попробовать, может быть, на наушниках сейчас. Одну секунду. Ой... Ой... Тут должно быть, чтобы все было видно. Ну как? Так, мне гораздо лучше. Пусть люди напишут, как им нас слышно. Девочки, напишите, пожалуйста, как нас слышно, а то нам-то друг друга хорошо слышно, как вам. Сейчас мы настроим все отлично, супер, спасибо. Так, переходим. Переходим, собственно, к тому, ради чего мы здесь сегодня собрались. Сейчас Таня будет нам рассказывать про пеларгонию. Давай, Таня, я буду тебе задавать вопросы, а ты будешь нам рассказывать. Давай? Единственное, я хочу перед всем началом рассказать такой момент. Кто в моем аккаунте подписан, иногда видят, что я пеларгонию называю геранями. На самом деле, я сейчас объясню разницу, в чем разница. Это разные цветы, но, как и многие из вас, я по привычке их называю геранями, и пишется слово несколько короче, поэтому в целях облегчить себе набор текста, пишу герани. Они, эти два растения совершенно разные, но они принадлежат наному семейству гераневых. Герани. Герани – это садовые многолетники, которые, во-первых, зимуют в грунте, пеларгонии не зимуют. То есть герани можно оставлять в грунте, а она спокойно перезимует. Пеларгонию нужно заносить, ну или не заносить, тогда она погибнет. Многие делают таким образом, просто снимают черенки на осень, делают себе новый молодой куст, укореняют, а старые кусты оставляют в грунте. Но мы с вами преимущественно в квартирах выращиваем. Я, во всяком случае. Не факт, что все, кто здесь выращивает в квартирах, многие и в саду. Это идеально, кстати, для герани. И второй момент. Они, конечно же, отличаются кардинально цветками, листьями. Ну и герани – это невзрачный такой цветочек, в отличие от пеларгонии, который такое буйство сортов и цветов, и форм, и всего чего угодно, и даже листьев. И еще хочу сказать, что герани не цветут шапками, как пеларгония, а пеларгонии, ну, вы все знаете шапки, да? Вот я сейчас даже одну свою покажу. Давай. Вот мою любимицу, которую я вчера занесла, помыла ее после пыльной бури. Моя мечта, по-моему. Плохо. Это Клара-сан. Так, и еще греки. Единственное их сходство – это семенная коробочка, напоминающая клюв журавля. И наши бабушки даже его называли журавликами, эти пеларгонии. И у греков пелагрос – это аист, я сейчас вспомнила. Пелагрос – это аист, а геранос – это журавль. То есть сходство в семенных коробочках, и, в общем, на этом их сходство заканчивается. Ну, для людей герань, это что-то примерно… А уход у них одинаковый. Вот скажи, кроме того, что зимуют они. Одна зимует, другая нет на улице. Есть, ну, то есть мы будем говорить про уход за пеларгониями или за геранями? Или они похожи? За пеларгониями. За пеларгониями. За пеларгониями. Прекрасно. Потому что герани я не выращивала, не могу у них ничего сказать. Ну, думаю, что они очень неприхотливы, потому что это садовый цветок, раз. Во-вторых, раз он зимует, значит, он очень стойкий. Как минимум. Это два. А герань, ну, чуть-чуть приходится… Потрудиться. Изобретать. Особенно в квартире, потому что если растёт она в саду, то ей значительно лучше она себя чувствует, чем в квартирах. И даже в квартире, в балконных ящиках, она несравнимо краше, чем когда она стоит на подоконнике. И это объясняется тем, что, во-первых, она получает солнечный свет в гораздо большей мере, чем на подоконнике. Потому что стекло, оно фильтрует ультрафиолет, и до неё не доходит. Мы говорим о том, что у нас пеларгония очень светолюбивое растение. Да. Я сейчас дальше подробнее расскажу об этом. Ну, и такой момент, что… Я извиняюсь, хрипло. И герань, её, конечно, лучше всего выращивать на южных, юго-восточных, юго-западных окнах. Север и северо-восток, и северо-запад ей подходит значительно меньше. Особенно северное окно. Ей крайне недостаточно света, и она будет расти. Но у неё будут большие междоузлия между листьями, и она будет вытягиваться, будет мельчать лист, меньше цвести или вообще не цвести. Потому что северо-восток – это чуть-чуть утром, чуть-чуть света, и чуть-чуть света вечером на северо-западе, если она стоит на северо-западе. Этого очень мало. Ну, с досветкой можно выращиваться, но не каждый это сможет организовать и захочет. Ах, тут у меня, по-моему, подвис немножко интернет. На каком моменте я остановилась, у меня интернет вылетел? С окном мы определились, то есть тебе нужен юг, юго-восток и юго-запад. Да. Пойдут на ориентацию. А вот скажи, пожалуйста, какой грунт подходит? Какой-то особенный нужен или какой вообще? В какой грунт ты сажаешь? Главное требование, да, главное требование по грунту, он должен быть воздухопроницаемым. Если герань растет... Герань. Герань. Я буду иногда говорить герань, но имейте в виду, что это лоджи. Герань, если их выращивают... Я расскажу, как я выращиваю свои... Те, которые стоят внутри у меня на лоджи, и те, которые в ящиках. В ящиках я делаю грунт потяжелее. Почему? Потому что он должен не так быстро просыхать, как, допустим, если один торф оставить, она, конечно, в торфе будет расти, но ей будет просыхать грунт очень быстро, и этого ей мало будет. Придется поливать каждый день или даже два раза в день. И такой момент. Если вы оставите чистый торф и в какой-то момент пересушите, он становится потом просто... Его невозможно пролить. Естественно, герань будет страдать от недостатка влаги. Вот. А поэтому мы те герани, которые пиларгон выращиваем в ящиках или в балконных ящиках, или вот как у меня горшки стоят за балконом, на кондиционер я их поставила в ящик из-под овощей, и они там нормально сидят. Помимо тех, кто в ящиках у меня места нет. Все хочется поставить на бутылку, чтобы они были. Скажи, пожалуйста, вот тут нас спрашивают, лечу запон, подходит минеральный субстрат? Еще раз. Подходит ли я пиларгония, лечу запон? Минеральный субстрат, камешки такие? Лечу из-за не выращивала, но очень хорошие отзывы о торфе классма. Но классма они тоже не выращивала. Я расскажу сейчас чуть подробнее про грунт. Закончу про грунт для ящиков. Как я делаю грунт для ящиков? Я его делаю обязательно, мешаю торф, потом кротовые горки хожу, собираю. У нас тут недалеко есть такой немножко пустырь, и там кроты живут. Кротовые горки – это идеальная вообще дерновая земля. И мешаю песок, чтобы грунт был потяжелее. И обязательно, когда я знаю, что у нас… Ну, мы на юге живем, на жаркое лето. Я знаю, что он просыхает, бывает. Грунт утром польешь, вечером он уже сухой. Я домешиваю гидрогель. Обязательно грунт, который наружу, растения растут, я замешиваю гидрогель. Это спасает от случайного пересушивания растений. Для герани опасно, да? Для герани нет. Она засухоустойчива. Но когда она начинает свисти, и пересушка засушивает бутоны. Это очень обидно, когда он набрал цвет и засух. Скажем так, да? Что? Ну, я на декоративность. Потому что пеларгонии-то за цветы как раз любят. И если отсушить… Да-да-да. Меня плохо слышно тебе, да? Немножко плохо. Сейчас я грубо выверну звук. Так, для тех герани, которые растут внутри помещения. Я делаю пополам тор и перлит. Обязательно перлит. Я в грунт, вообще во весь грунт для герани лучше добавить перлита, потому что это помимо… Так, нам тут пишут про помехи. Да, секунду. Ну, наушников. Что, наушники? Штур наушников, не дергай, а то шумит очень сильно. Я поняла. Все, сижу смирно. У меня тоже первый эфир в моей жизни. Я не умею еще ничего не то делать. Так. Так, дальше. Про грунт для черенков будем дальше подробно рассказывать. Вот все расскажу, все, что знаю. Я тут себе даже целый конспект написала. Что еще мы должны положить в грунт для горшков? В грунт для горшков. Большей частью торф плюс перлит и где-то, может быть, одну треть дерновой земли. Там не нужно нам следить за пересыханием грунта. И даже если он чуть-чуть пересохнет, не страшно. Она выдерживает. Ну, конечно, общее правило дренаж. И следим дальше за поливом. Полив ты летом как часто покупаешь? Вот те, которые у тебя на балконе, например? Или те, которые... Каждый день. Каждый день. Я не согласна с утверждением, что их нужно прям вот засушивать герани. Потому что, я еще раз говорю, она страдает... Бутон страдает раз, и... Так, хорошо. Следующий вопрос у нас это про горшок. Про горшок для пеларгонии. Какой ей нужен горшок? Вот мы купили какую-нибудь там в каком-то транспортировочном горшочке, постоянный. Какой мы должны для нее подобрать? По размеру, по форме? Какой она любит? Смотри, если растение молодое, тогда ему достаточно горшка. Молодое-то как? Кулугодовалое. Если вы, допустим, взяли черенок, пересадили... Ну, когда мы его делаем, в марте черенки укореняем, мы пересаживаем сразу... Дальше тоже про горшочки для черенков будет подробно. Черенки подробно расскажу. А взрослые растения, мы пересаживаем сначала в пол-литровый, потом дальше в литровый, переваливаем. И следом уже взрослые растения, когда уже взрослые, двухлетние. Ну, я держу 2-2,5 литра горшок, чтобы ей было и корням не очень тесно. Горшки нужны для герани, для пеларгонии? Я тоже не согласна с тем, что она должна расти в тесном горшке, потому что, во-первых, корням тесно, питания мало. И я свои герани держу 2-2,5 литра. Но я их постоянно стригу, омолаживаю. То есть у меня куст небольшой, он еще продиктован условиями квартиры. У меня сильно большой куст невозможно держать на подоконнике. Потому что есть сорта, которые разрастаются очень сильно, а есть карликовые сорты. Но да, вот кстати, если сорт карликовый, то ей, конечно, горшок меньше, чем, допустим, мистер Врен, он очень большой куст. Вопрос. То, что нижние листья периодически желтеют, это нормально? Не очень нормально. Есть, во-первых, такое понятие, как естественное старение листа. Это может просто он отсох. Но если он единичный, старый лист. А если он, вы видите, что их нижний ярус подсохли, там, 2-3-4 листа, это говорит сразу. Говорит о том, что ей, во-первых, недостаточно питания и недостаточно объема. Переваливайте в больший горшок, верхний слой земли заменяйте, досыпайте удобрения. И она, ну, эти листья, не факт, что они восстановят окраску, но можете сбросить. Но это говорит сразу о недостатке питания. И особенно магния. Магнисульфат в гераниях это наше всё. Нужно так сказать. Так. Это про удобрения. Для гераний у нас такой вопрос. То есть мы... Про удобрения тоже большой блок. Я даже нарисовала схему, которую все поймут сразу, как удобрять, по какой схеме. Потому что если я сейчас расскажу, как это фазами удобряется, не все запомнят. Ну, я придумала, как это донести более графическим способом. Он обычно людям быстрее запоминается. Так. Сейчас, подожди. Я посмотрю ещё чуть-чуть. А, я тут в конспект подглядываю, чтобы ничего не забыть хочу. И в грунт в грунт ещё я добавляю небольшое количество нитромофоска для корней. То есть они стимулируют ещё, помимо того, что это питание, оно направлено... Так, тихо-тихо. Тут кот у меня наушник дёргает. Пришёл. Поможешь. Он... Да. Участник всех протонов. А это вот стимулирует рост корней. Так. Расскажьте нам, пожалуйста, как укоренить, когда их нужно начеренковать, когда их уже нужно сажать, как вообще, что с ними делать? Так. Ну, давай, тогда начинаем цикл герании прямо от начала до конца. Начинаем с посева, потому что был тоже такой вопрос, как сеять семена. Семена, да, можно сеять, но это надо... Размножаются. Повтори. Пропадают. Семена не размножаются. Я знаю, что не все. Ну, я так слышала. Может, это не правда? Есть. В магазинах семена есть где-то. Пеларгония. Но это гибриды, выведенные гибриды, и они, как правило, не махровые, не сортовые. Хотя они там написаны, вот у меня, я люблю сорт Рафаэла, который от Аэриты. Он продается, и она очень хорошо цветет для озеленения ящиков. Просто идеальный сорт. Низкорослая, очень обильный. Бутонов очень много у нее. А те, которые, конечно, сортовые, там, вот эти разыбутки все, Денис наш, они только черенками, потому что наследственно это не передают. И даже если этот герань даст семенную коробочку, семена не жизнеспособны и не вызревают. Кто-то взойдет ли вообще? Они не всходят, эти семена от сортовых герань. Да и такой момент, когда начинается, если вы увидели, что ваша сортовая герань завязала коробочку семенную, не надо сильно надеяться, что она даст семена и вы размножите. Даже если она даст семена, даже если сотни один вырастет, это не будет сортовая герань такая, как мамка их. Только черенки. Да. Только черенки. Когда мы черенкуем в то время года? Кто-то стрижет? Так, начинаем. Кто-то хорошо. Начинаем с семен. Мы купили семена. Проращиваем. Я их всегда высеваю 7-8 января. Почему? Потому что день прибавляется. Во-вторых, зимние каникулы у нас полно свободного времени. Есть чем. И уже начинает у всего живого просыпаться на весну уже цикл. Поэтому самое время зимней каникулы. У меня выходит уже несколько лет 7 января на Рождество. И вот как-то это традиционно просто. Замачиваю их на салфетку сначала. Ничем я их не протравливаю, потому что просто лень возиться. Просто лень возиться. Просто выкладываю на диски ватные, жду, когда они наклюнутся. Потом я их высаживаю сразу в стаканчики, 100-граммовые стаканчики в чистый торф пополам с песком. И можно еще, конечно, с перлитом. Перлит вообще всегда святый перлит. Он обеспечивает помимо запаса воды, он обеспечивает воздухообмен корням. Это очень важно. Дождались сходов? Я вижу, пишут нам вопросы. Давайте мы... На самом деле осмокот можно ли удобрять домашние цветы? Друзья мои, про осмокот это немножко не наша тема, но я сейчас быстренько отвечу. Есть осмокот для цветущих, есть осмокот для зеленых. Можно добавлять в грунт, это будет минимальное питание для растения, но если вы цветущим насыпите осмокот для зеленых и так не пожалеете его, то цвести они у вас не будут, потому что при большом количестве азота с цветением напряжен происходит. Осмокот, да, это как страховка в грунт просто, если вы, допустим, пропустили подкормку, ну раз в неделю, раз в две недели, как у вас режим подкорма, тогда он будет как подстраховка. Минимальное питание, его никогда не повредит, я в грунт всегда добавляю. Да, да, можно, ну можно и без него, совершенно можно без него. Просто удобряйте, не пропускайте очередь удобрения и удобряйте, просто и все. Тем более герань это растение, которое небольшой цикл цветения, поэтому можно вообще, осмокот не купили, ну и ладно. Сошли наши семена, поставили мы их на свет, им нужно, во-первых, главное условие, тепло, тепло им важно, семена, росткам молодым, они у вас начинают расти. Ничем мы их сейчас не удобряем, им достаточно питания, то, что было в семенах еще. Когда начали из листки выходить новые листочки, настоящие листочки, дожидаемся, когда у них 3-4 листочка образовалось, и вот тогда мы начинаем удобрять, но удобрять опять, вот вы сейчас подумаете, что нужно удобрить чем-то азотным для роста массы, нет, нужно удобрить тем, что стимулирует рост корней, фосфорным удобрением. Дальше скажу, что за удобрение, буду подробно рассказать. Ждем, через 10 дней, 2 недели снова удобрили фосфорным удобрением, наши растения уже набрали корневую массу, начинаем их пересаживать, если они были в 100 граммов стаканчиков, можно уже пересадить в 200 граммов, но переваливаем, переваливаем, не надо их отряхивать, корешочки вот эти маленькие. Да, это очень важно, потому что и все, и конец. Да, вообще пиларгония не очень любит пересадки, сразу скажу, не очень она их любит, потому что корневая у нее не очень мощная. Вот, и это уже где-то у нас февраль-март, у нас уже молодые сеянцы достигают размера там 10-15 сантиметров, их нужно обязательно прищипнуть над пятым-шестым листом. Для чего? Чтобы проснулись молодые почки и получается, что она уже становится акустиком. И вот тогда мы начинаем удобрять азотными для роста листовой массы. Повтори еще, пожалуйста. После того, как прищипнули, мы начинаем удобрять азотными. Азотными. И она уже растет, но это уже где-то по времени, это где-то конец марта, апреля, и уже, то есть у нас уже полноценное растение. И дожидаемся мая и начинаем пересадку уже на постоянное место жительства. Вообще расчет такой грунта для молодых растений, что для черенков укорененных, что для молодых семенцев, примерно 100 грамм грунта на месяц жизни. То есть вот если у вас двухмесячный черенок, 200 граммовый стаканчик ему достаточно. Полугодовалый, пол-литра, 800 грамм тоже. Отлично. Так, у нас вопрос, я сейчас прочитаю. Слышишь меня, да? Да, слышу. Спрашивают, пересаживать можно только когда не цветет? У меня цветет уже почти полгода, не могу дождаться, когда прекратит, чтобы пересадить. Ты пересаживаешь свои цветущие? В любое время можно пересаживать. Вы же его не пересаживаете в полном его смысле. Пересадка это что? Мы взяли, вытряхнули весь грунт, отмыли корни, пересадили в совершенно новый грунт, а вы переваливаете всегда растение. Вот я. То есть я, я его даже, я вот для себя придумала такой способ, это вернее не мое открытие, все, наверное, так делают. Я намочу хорошенько грунт, промочила, он сцепился с корнями, и вот этот ком земли вместе с мокрым грунтом я вставлю в новый горшок, досыпаю по бокам грунт, и вот она перевалка. Сверху тоже новый слой грунта, вниз тоже слой грунта, и мы не тревожим корни, и совершенно цветок не сбрасывается, и цветет она, как было. Смело переваливать, и ничего страшного. Добавлю и про сезонность. Вот таким способом, как Таня рассказала о перевалке, можно абсолютно круглый год растения пересаживать, ну, комнатные, нет никаких проблем, для растения никакого стресса, и этот адаптационный период после пересадки практически, ну, его нет, растения не испытывают никаких, скажем так, негативных моментов. Поэтому перевалка и в любом состоянии, и в любое время, вот, пожалуйста. И перевалка еще хороша тем, что, во-первых, грунт засаливается в течение, там, полугода, он уже все, он уже непригоден, потому что мы его постоянно удобряем, и, ну, соли скапливаются в грунте, и это мешает им, они вообще не усваиваются уже в удобрении, а обновлением слоя грунта мы стимулируем рост новых корней. Новые корни — это что? Новые корни — это новые побеги, а новые побеги — это новые цветы. Перевалка — хорошее дело, да. Даже вы можете в тот же самый горшок, но с новым слоем земли. Это уже даст, через две недели ваше растение встрепенется, начнет лучше расти еще. Так, мне не все, не весь видный вопрос про лечузу. Наташа, если тебе видно, проще. Она спрашивает, можно ли выращивать лечузипон, но, друзья мои, честно вам скажу, я не знаю. Не выращивала, не знаю. Ничего не скажу. Ничего вы хотите корна выращивать в лечузипон, тем более пеларгонию, но я, ну, не знаю. Но тогда, если вы собираетесь очистить все корни и сажать в лечузипон, будьте готовы к тому, что она у вас цветы сбросит и цвести переставит. Она не только цветы, она и листья сейчас сбросит, потому что осень — это период, когда все живое начинает замирать в преддверии зимы уходить на покой. Сейчас вообще никаких манипуляций вот таких глобальных лучше не делать. Оставьте вашу, если у вас есть желание перевалить просто в больший горшок или покрасивее горшок, ну, перевалите его с заменой части грунта, но не надо его так кардинально отмывать корни. Это как бы большая вероятность, что оно вообще даже погибнет у вас. Таня, давай мы с сеянцами разобрались, вот у меня тут все-таки вопрос, настаивая про черенки. Как ты их режешь, когда режешь и как укореняешь? Черенки, да. Черенки начинаем резать. Я уже для себя поняла период, когда они укореняются с лету, когда они не укореняются, когда укореняются очень плохо. Первое. В феврале, начиная с середины февраля и до конца февраля, я делаю санитарную подрезку всех гераний на пенек, тоже подробнее потом попозже скажу. И вот эти все черенки я сразу укореняю в грунт. Кто-то укореняет в воду, можно в воду, но у меня нет времени следить за каждым черенком, где там вода испарилась, где она загнила, где-то еще что. Я сразу все в грунт. Грунт тоже готовлю, так же, как для семецов, торф, перлит и песка. Можно еще добавить, кстати, вот, кстати, в семце тоже иногда добавляю моксфагмум резанный, тоже отличная вещь, он набирает воду и чуть-чуть ее задерживает, потом отдает. Отличный, отличный компонент грунта, отличный. И он, кроме всего прочего, не дает загнивать грунту. И хочу сказать, что для молодых растений, так, пили-ка что-то в телефоне, если кто слышит. Для молодых растений нужна безземельная смесь, вот торфяная, перлит, можно даже в чистый перлит это все делать, чтобы не было гнили. Если, и можно еще проливать это все сверху привикурой, значит, фунгицидом против бактерий. Вот, черенок. Подкнула эти черенки, ты их сразу поливаешь или попозже, или как? Нет, я делаю грунт немножко влажным, черенок мы срезали, ну, все, наверное, знают, я вот тут свою гераньку принесла, покажу, какую часть черенка мы срезаем. Вот, смотрите, вот так, как-то так, так, секундочку. Не видно? Лично мне. О! Все равно, я вижу только листья, но... Вот черенок, вот он, но ты скажи, в сантиметрах там, я не знаю, от грунта, как, как? Вот, молотой черенок нужен, не адресневевший, вот сама вот ниже, видите, он как бы адресневевший, а вот это вот, молодая зеленая часть. Да, укореняется вот это, мы срезаем сантиметров пять-шесть, я ломаю, не знаю, почему ломаю, мне кажется, она ломается в том же месте, в котором она именно должна укорениться лучше всего. Это, наверное, предрассудки, но я в них верю. Не срезаю. Вот, положили, немножко подсушили, там, час, полчаса, ну, чтобы чуть-чуть он подвял. Я однажды забыла их, срезала их вечером, сломала, и только на утро я про них вспомнила, и все прекрасно тоже прижилось, нормально, все нормально с ними. Вот, и мы, значит, оставляем три-четыре листа, срезаем все цветоносы, если они есть, и грунт. Мне почему-то по наблюдениям показалось, что черенок нужно втыкать до самого дна стаканчика, до дна стаканчика, чтобы как минимум две почки было в грунте. И вот, может быть, это многократное совпадение, но вот лучше всего укореняются. Вот у меня так. Кто-то укореняет в воде, прекрасно корни дает, но у меня почему-то они гниют в воде, я отказалась от воды. Дальше. Мы не поливаем некоторое время, у нас же грунт уже чуть-чуть под... Влажный. Да, он влажный и дам достаточно. Если мы сейчас начнем поливать, он нечем испарять воду, еще черенком загниет. Это очень как бы большая вероятность, что он загниет. И потом мы уже все черенки поливаем прям вот чайной ложкой, прям вот чуть-чуть, не надо думать, что он... Капельку. Да, капельку, потому что если у нас, допустим, если у нас мох особенно в грунте, он держит воду и подает его дозированно под черенок. То есть там самое важное, самое важное, никаких тепличек, никаких там кулечков не надо ставить на черенок. Это все дает гниение моментально. Пеларгония вообще не нужна. Спрашиваю про корневин. Про корневин. Пожалуйста, пожалуйста. Значит, рассказываю про корневин. Я это и раньше знала, но мне в ботаническом саду сказали, что, друзья мои, большинство людей корневин использовать не умеют и неправильно его используют. Он в воде не растворяется. Он растворяется только в спирту. Поэтому, чтобы корневин у вас работал, нужно растворить сначала его в маленьком количестве спирта, потом добавить уже это все в воду. вот этим поливать. Использовать можно. Работать. Я не использую. Так прекрасно угаринять. Аня, ты используешь? Нет, я не использую корневин. Почему? Потому что я тоже, когда начинала их черенковать с корневином, у меня сгорели практически они все. Видимо, я, как тот фанатик, его сильно припудрила. Не просто припудрила, а чтобы побольше. Это дало обратный эффект. В общем, я без корневина, все без корневина укореняю. Так, я вот тут принесла даже золотой капли. А? Я говорю, я фанат золотой капли, и я все укореняю с золотой каплей. Вот. И я теперь фанат золотой капли. Вот. Ну, я думаю, ты порани его больше меня знаешь. Я ее только в этом году начала использовать. Мне очень она понравилась. Так, про черенок. спрашивают, политрезофлекс. Честно, не знаю, что за препарат, не знаю. Не буду ничего комментировать, просто не знаю. Так, черенок. Вот, черенок. Это вот у меня черенок сентябрьского укоренения. Смотрите. про времена года тоже скажу. Когда укореняются, когда не очень. Я просто, чтобы не забыть, важный момент. Вот у нас черенок. Вот видите, у него маленький корешочек образовался. Как вы думаете, вот с каким удобрением сейчас его нужно полить? Вот вы, а? Ну, фосфором, ты же говорила, Фосфором. Потому что многие думают, что надо... Пропадаешь ты у меня, я тебя ничего не слышу почти. Сапфировая капля. Сапфировая капля. Или капли, да, но фосфорным удобрением. Многие думают, что, о, сейчас нам нужно поливать азотом, чтобы перла зеленая масса. Но есть же не с чего переть, корней же нету. Поэтому нам нужно фосфорное удобрение, чтобы мы наращивали корневую систему. Первые два полив... Вернее, с перерывом в две недели поливаем два раза подряд фосфором. Сейчас я вам даже покажу, какой я все приготовила. Монофосфат калия. Копеечное удобрение. Оно должно быть всегда у вас. Оно и для цветения хорошо дает бутон. Но дальше про удобрение еще расскажу. Вот. Монофосфатом калия. По инструкции. Либо половинной дозой. Ну, почаще. Не две недели, а там, раз в неделю. Сапфировую я все настаиваю. Каплю не пробовала. Я фанат просто этих. Еще не дошла. До сапфира не дошла. Уже изумруд попробовала на этих, на хлорозе. Моментальный эффект. Моментальный. Я даже не ожидала, что у меня герани так озеленятся. Просто скажу. Те, которые... Я поняла. Ничего, что я говорю, когда это по друг другу. Просто почему я все время рекомендую людям именно эти капли ими не навредишь. То есть, любым удобрением монофосфат развел, все, у тебя все как бы скуксилось вместо наоборот. Вот с каплями такой ситуации не случается. Не, ну, если вы не возьмете и вместо воды каплей не польете, наверное, тогда что-то может произойти. А так, в принципе, ну, как бы ничего не пожжет, ни корневую, ни листья, но ничего абсолютно, никакого негатива и очень эффективная. Поэтому всем людям, то есть, как это сказать, продвинутые цветоводы, как ты, могут покупать вот эти все со сложными названиями монофосфаты и так далее. А простому человеку, который в этом в агрономии ничего не понимает и не смыслит, вот я всегда рекомендую эти капли. Они очень классные и закрывают абсолютно все потребности растений. Это правда, да, это правда. Так, и дальше, в феврале мы взяли черенки самые лучшие, самое лучшее черенкование от февраль, потому что оно практически стопроцентное. Дальше, когда наступает лето, я черенки тоже, хотя соблазн большой, растения прекрасные в это время и кажется, ой, сейчас я наломаю черенков, наукореняю, но из-за жары они все абсолютно сгнивают, не получается. У кого-то получается, но у меня много лет не получается, я перестала просто портить свои кусты летним черенкованием. Осеннее, ну, процентов 30, наверное, укоренение, опять по той же причине, что все живое ложится спать осенью, на зиму. Не хочет наращивать, да? Что? Я говорю, не хочет оно корни наращивать. Да, у герани, во-первых, ну, все знают, что у них есть период покоя, зимой им нужно постоять в холоде хотя бы два месяца. Это закладывается. Сейчас перейдем. Сейчас, извини, комментарий не пойму, почему у меня до сих пор нет этих капель. Друзья мои, я тоже не пойму, ведь их можно купить в нашем... Минутка рекламы. Да, минутка рекламы. Ну, это не реклама, это чистая правда. Мой личный опыт, мне за рекламу, да, ни копеечки производитель не платит. Вы не подумайте, а то меня недавно тут обвинить пытались в проплаченности. Вот. Да, да. Вот как раз мы логично перешли к вопросу, зимовки, и тут еще такой промежуточный вопрос, вот те, которые у нас на улице росли в ящиках, балконах, когда ты их заносишь? Сколько? Вот. Самая причина гибели растений после того, как мы их заносим в дом. Надо понять, не сразу в жару, с холода, да? Да, нужно примерно в своем регионе, вы каждый знаете, когда наступает уже устойчивая холода, скажем так. Холода для герани это 8-10 градусов ночью. И вот примерно за 2 недели до того, как вы точно знаете, что вот, ну, скоро уже будет холодно, заносите герани в дом, для того, чтобы не было вот этого резкого перепада уличного содержания, температуры уличного содержания и температуры содержания в доме, чтобы не было вот этого перепада резкого. то есть примерно когда на улице так же, как у вас в квартире, но около 20-18 градусов, заносите их в дом. И она в этом, в этом, в этом случае она не зажелтит листья и не сбросит их. А если вы дождались уже устойчивых, ну уже, она-то доживет и там в 4 градуса будет расти нормально на улице. Но вы ее занесете в дом, она, ой, падает моя эта подставка, секундочку. И она сбросит все листья. Соответственно, вы будете думать, ох, что-то ей плохо, надо ее удобрить. Удобрили. Она, она ей стала еще хуже, потому что она не может испарять, во-первых, влагу, зеленой массы нету, она просто погибнет в вашей раме. И не, и не усвоит никакие питательные вещества, и вы потеряли растение. Не ждите, когда холодно. Вот я сегодня хотела занести, но завтра буду заносить их домой. Часть занесла, часть еще в ящики выкапывать. Тут у нас вопрос, вот кто-то толку от изумрудных капель вообще не увидел. Друзья мои, ну тут вопрос, какой вы толк хотели увидеть, и от каких изумрудных капель, потому что изумрудная капля, она одна, все остальные называются по-другому, но не знаю, почему вы не увидели, и как вы ее использовали. Изумрудные капли, я даже провела эксперимент, вот я на свой канал в Ютубе, у меня даже есть, оказывается, канал в Ютубе немножко, я там даже записала видео, что у меня было, очень сильно хлорозила одна герань, и я решила провести этот эксперимент от капель, думаю, ну так ли она хороша, как они и говорят, изумрудная капля. и вот мне для того, чтобы избавиться от хлороза, прошло меньше двух суток, я даже там снимала видео этапами, сегодня она вот такая, на утро она вот такая, лист, и к вечеру второго, первого, второго дня она уже практически стала зеленой, это поразило меня просто вот от глубины души, сделала фанатом этих препаратов, и тоже не реклама. Я уже не фанат этих препаратов, поэтому, так, ладно, у нас просто уже, смотрю, время немножко поджимает, давай будем прям, прям вот стараться. Ух, мы еще ничего не успели. Так, цветение, подожди, я скажу, почему у народа вопрос частый, что, почему не цветет? А, я же обещала, как запомнить скину под форму. Ты хотела спросить, что ли? Да, вот смотри, мы сейчас, в чем логично, мы поняли, когда надо заносить, дальше дома, что мы должны с ними сделать? Какой уход у нас? Поставить, если вы хотите, чтобы она цвела очень хорошо на следующий год, делайте ей холодную зимовку хотя бы два месяца в году. И, можно ее подрезать на пеньки перед тем, как на зимовку отправить, можно оставить так, как есть, я оставляю так, как есть, чтобы она у меня, весной я ее подрезаю в феврале, и она уже начинает приобретать. Подкормки. Как запомнить, когда, когда, чем подкармливать? Вот я нарисовала такую схему, каждое удобрение, оно имеет три, три, ой, сейчас я покажу, о чем речь. Три, три, три компонента всегда указываются на любой упаковке. Азот, фосфор и калий. Не видно нам. Когда, чем, когда, вот удобрять, я для, корешки, вершки и цветок. то есть, зелень, это азотная, первая цифра должна быть больше всех остальных. Если вы ищете удобрения для корней, вот эта цифра должна быть больше всех остальных. Если вы на цветение переключаете растение, вот, калий вам нужен всегда, больше, чем все остальные. Если, для цветения, вот, если не надо вам никаких препаратов особенных покупать, покупать его, фертиколюкс, покрывает любое, любую потребность растения для цветения. Цветется от нее, я говорю, от нее даже веник расцветает, вот, фертиколюкс. Сульфат магний, тоже незаменимый препарат для герания, она его очень любит, от нее яркое цветение, большие шапки. Вот еще я нашла, сейчас появилась вот такая вот магниевая селитра, тоже прекрасная вещь, и, во-первых, еще она покрывает то, что мелколиственность, бывает такой на герании, когда вот им не хватает азота и магния, мелкий лист герании, это показатель того, что не хватает магния и азота. Вот совмещенный препарат прекрасный, 3 копейки стоит, и кальциевый, калиевый селитр. Секундочку, друзья мои, я хочу внести маленькие-маленькие уточнения, что мы не удобряем больные растения, правильно? Герании, чтобы они лучше себя почувствовали. И зимой, в период покоя, мы тоже вот с этими удобрениями их не удобряем, правильно? Да, 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 нет. И раз в месяц я еще опрыскиваю их вот этим сульфатом магния, чтобы не желтели листья зимой у них, чтобы она тоже, ну, какая-то подкормка им все равно нужна при холодном содержании. Если вы содержите на подоконнике, на теплом, удобряйте их по схеме, они у вас будут свистеть, но растения израсходуют все силы на зимнее цветение, вытянется, и уже когда летом, ой, весной вы снова его подрежьте, для цветения нужна подрезка, как бы вы ни старались, но подрезать ее нужно будет, чтобы их было много веток, много цветов и не росла она одной вот такой палочкой, как вы иногда видите на подоконниках. Не надо жалеть, стригите ее вот так на пеньки, чтобы вот такие остатки оставались. Это все пробудит боковые почки, боковые побеги, и у вас будет пышный куст. Три составляющих цветения, это свет, удобрение и подрезка, ну, 4, и холодное содержание. Татьяна, я все-таки хочу уточнить, в градусах холодное содержание это сколько для герани? Ну, вот 8-10 можно уже, и 15 можно, это уже считается, но ей нужно много света тоже, ей как бы и полив, естественно, должен быть, ну, может быть раз в месяц, и то под корень, чтобы вот не весь горшок она у вас промокла, а именно под корень, потому что это сразу бактериальные гнили и все. Так, про вредителей, быстро основной вредитель это гусеница. А на балконе, правильно? Дома у нас же нет гусениц. На балконе, да, но они даже пробираются каким-то образом на лоджии у меня, я замечаю, как только видите первую дырку на листе, все, это гусеница, обтряхайте кусты вот так, проливайте октары, вообще периодически октарой спрыскивайте, проливайте грунт, хуже не будет. Вот. Бактериальное гнилище бывает, черная ножка, от нее, к сожалению, спасения нет, все, растение можно выбрасывать. Или не черенкуем. Иногда удается сохранить черенок, иногда, но как бы гниль идет по капиллярам уже, она уже и в листьях, и в верхушках, почти все уже. Обрезаем мы ее, получается, либо перед зимовкой, осенью, либо в феврале, вот уже, чтобы она активно начала резать. Ну, перед зимой это скорее санитарная обрезка, там сухие листья, сухие побеги, как бы глобально так не обрезаем, потому что вероятность того, что вы ее зальете зимой очень большая, чем если бы она стояла с листьями. То есть она, хочешь не хочешь, она все-таки растет и потребляет и листьями, ну, как бы питательные вещества нужны, и если вы ее не подрезаете, тогда ее еще один раз в месяц кальциевой селитрой можно удобрить. Но я храню их не подрезанными. Ну и правильно, ничего не делаем, сзазиму, конечно, они вытягивают. Я просто заношу, но меняю им грунт, чтобы вот этот засоленный весь грунт за лето, я его меняю на новый грунт, чтобы корни пусть растут, корни пусть растут, а зелень нам не нужна. И бутоны, естественно, все обрезаю, как бы не было жалко, все обрезаю, то есть облегчаю ей зимнее существование. Так, можно я сейчас для себя подытожу, так сказать. В общем, мы занеслись, делали санитарную обрезку, пересадили, бутоны всю зиму мы отрываем, стараемся... Не надо ей давать свисти. Да, стараемся содержать при температуре не выше 15 градусов, очень умеренно, не обильно поливаем, раз в месяц можно внести какое-то минимальное удобрение для... кальциевую селитру. И по листу обработать магний сульфат, чтобы он не желтел. И мы в феврале все срезаем под череночек, вот 10 сантиметров оставляем и ждем, что она уже вот это вот все... И она, да, да. И когда она уже начинает набирать зеленую массу, то есть до мая мы набираем зеленую массу, удобряем азотными удобрениями, потом мы переключаем растения на цветение, начинаем калийными удобрениями. И тогда она у вас... Азотные... Никакие вот эти органические не используем, потому что это азот, а герань любит минеральные удобрения. Азотные, она... У вас будет вырастет лошадь и все. Цветов вы не дождетесь, один или два дождетесь. Кстати, это ошибка многих. Спрашу, почему не цветут? Если постоянно кормить азотом и в период цветения азотом у вас будут шикарные листья, декоративно-лиственная герань получится у вас. Да. А, еще про ключелистные скажу момент. К ключелистным пиларгониам, поскольку очень большая зеленая масса, да, ампельным, им нужна грунт потяжелее, вот прям с огорода земля. И можно побольше, во-первых, горшок, и усиленно, именно она больше нуждается в удобрениях, потому что она и обильнее цветет. И с ней прям вот надо хорошо-хорошо удобрять. И грунт нужен потяжелее еще потому, что она просто выворачивается из горшка, если там легкий торт. Логично. А вот скажи, Таня, вот у меня сейчас лично была просто какая-то адовая борьба с паутинным клещом. Пиларгония не поражается паутинным клещом? Это просто какое-то чудо? Один раз у меня такое было дело, я ее, честно сказать, выбросила, потому что я с ним не знаю, как бороться, я ее просто выбросила. Ну вот, пиларгония тема хороша, что она практически не поражается этой всей дрянью. И в том доме, где есть герань, там нет моли. Вот. Класс. Поэтому из-за ее вот запаха листьев моль не живет. Кошки ее не едят, потому что она тоже невкусная для них из-за вот этого специфического запаха листьев. Не все же пахнут листьям. У меня была парочка овощей не пахнет. Да, не все, не все. Эти плющелистные, амперные не пахнут практически. Ну и опять же, она пахнет тогда, когда ты ее начинаешь дергать листья. Она стоит спокойно и не пахнет. Так, ну про размножение мы тоже поговорили. Я смотрю просто, у меня конспектик, я проверяю, все ли мы на все. Так, пожалуй, на все. Какой у тебя любимый сорт? Подписчики интересовались, любимый сорт? Нету любимых, все любимые. Все любимые. Да, даже те, которые вот, простые уличные герани, с которых обычно у всех начинается это помешательство, обычно идешь, увидел у бабуси гераньку красную, купил, и все, осторожно, это болезнь заразная. А потом у вас будет 30 сортов герани на одном подоконнике. У меня кошка отщипывает сами цветы, ваша кошка гурман. Ну, мой кот активно ест диффенбахию. Друзья мои, ничего не могу сделать, просто жрет подлец диффенбахию. От кошек рассказываю, простое, эффективное средство, настойка красного перца, на водке, в любой концентрации, в любой произвольной концентрации настаивайте несколько дней, брызгайте на растение, растению абсолютно ничего не случается, кошки понюхали, отошли, зачихали, еще раз понюхали, только-только-только зачихали, два раза в моем было достаточно двух раз. Ну, если кошка особо бестолкова, ну, три раза, наверное. А спирт не пожрет, как бы, листики, нет? Нет, на водке, ну, чистый спирт не у всех есть, водка, ее проще купить, поэтому на водке, только фильтруйте, забивает, пульверизатор и забивает насовсем. Диффенбахи? Поэтому фильтруйте. Да, друзья мои, ядовитое, но мой кот его это не останавливает, ну, я, конечно, его не кормлю диффенбахи, но периодически он откусывает кусок листа, жив, здоров. Так, я тут еще свой конспект чуть-чуть сейчас гляну, может быть, мы что-то не сказали. Вопрос? Потому что... Ну, вот я обобщила, все, что было, а, спрашивают, еще такой был вопрос, что делать, если герань, пеларгония, только цветет, а листьев не наращивает? Значит, нужно оторвать все цветы и кормить ее азотом, правильно? Да, подрезать ее можно, она даст боковые почки, и от нее пойдут побеги, но в этом году тогда у вас не очень сильно будет свисти, будет расти. Ну, куст, вообще, герань, она многолетник, ее можно много, вот я тоже думала, что два года максимум, но у меня есть такие старожилы, что я уже в этот год даже одну герань хотела выбросить, потому что она старая, уже пять лет минимум ей, переселила ее в сад к знакомому, она так разрослась, вот у меня даже есть пост, как я удивилась, какой лошадью она выросла, такие кусты огромные, что ну снова она поедет жить ко мне. Просили у меня про мансеру, как я за ней ухаживаю, да так же, как и за всеми остальными, ну вот она у меня сейчас переехала к южному, вот это у меня южное окно, раньше стояло у всех, и вообще листья. Сейчас стали более... А, еще момент. Сейчас я, А, перебила тебя. Да-да-да, ну поливаю по мере просыхания верхнего слоя грунта, удобряю моими любимыми каплями, для зеленых это у меня всегда золотая изумрудная, вот, и больше ничего не делаю, люблю ее очень, люблю, больше ничего. Момент. Еще, вот, плюс и листная, такой, тоже практически выведенный наблюдение, что вот черенки с зональной пиларгонии, мы подсушиваем, плюс и листную сразу садим, не надо ее подсушивать, она не укореняется, если мы сразу ее садим в грунт, она тогда укореняется, она сложнее укореняется, но вот не надо ее подсушивать, сразу в грунт. Так, есть еще вот такая, вот я тут записала, есть такое заболевание, не заболевание в пиларгонии, называется водянка, это когда на обратной стороне листа такие пузырьки, пузырьки, но это не болезнь, это просто вы перелили, ну, повышенное, просто уменьшить полив, это все пройдет своим, своим ходом. Так, ну, я надеюсь, что наш эфир как-то прояснил тему ухода за пиларгониями для всех, и давай подождем еще пять минут, если вы не на все вопросы ответили, напишите, пожалуйста, какие вопросы остались, вот, и Таня нам... Так, вот я вижу слово сортовый, монстера стала желтеть, что делать? Так, на себе проверила, сортовые пиларгонии, это заразно, их становится все больше, да? Да, да. Срастить, да. Это всегда, это всегда заразно. Монстера стала желтеть, но чаще всего, наверное, я думаю, что вы ее заливаете. Ну, конечно, сохраним, обязательно сохраним эфир, если не заглючит Инстаграм, я очень на это надеюсь, вот, то я эфир, конечно же, сохраню. и я тут еще чуть-чуть вставлю свои пять копеек. Я в своем аккаунте вот задумала, вот эфир меня подтолкнул на то, чтобы еще на каждую тему написать отдельный пост, потому что когда сам ты это выращиваешь, кажется, ой, ну что там, вот что там еще может быть нового? Ну что там выращивать? Оказывается, у людей есть вопросы, буду писать, вот прям циклами буду писать, что полив там такой-то, так что подписывайтесь, приглашаю к себе в аккаунт. Таня, ты же продаешь еще черенки, правильно? У тебя периодически можно классные черенки. Ну, весной, да. Весной. Весной, потому что они же в излишках, потому что их же подрезаешь все, выкидывать, как же, выкинуть, как выкинуть черенок? Конечно, только укореняем, ну и продаем чуть-чуть. Вот, просто я, собственно, как мы с Таней познакомились, я у нее череночек вот такой вот приобрела, классный, разибудный, разибудный же у меня, да? Розовый и красный. А я уже не помню. Розовый, это, наверное, эти пинки, пинк ремплер был у тебя, или прет ремплер. Отличный, отличная разибудка. Вот, только посадила череночек, вот сколько ты в феррале, и у меня уже он свел летом. Очень классно. Не то, что сеянец, сеянцы мои, знаешь, мне кажется, еще не скоро будет. Может, в лучшем случае, в следующем сезоне. Друзья мои, просто по Тифилум сделала отдельный пост, но не знаю, почему вы с ним никак не разберетесь, у многих вопрос главный. Вот я, кстати, тоже с по Тифилум, он, наверное, чувствует, что я его не люблю, он у меня не растет. Герань я люблю, растут. Спасибо большое за ваши комплименты, очень, очень приятно. Да, очень важно любить растение, очень важно, потому что, потому что, если вы его не любите, оно это чувствует. Как бы смешно это ни звучало. Еще момент. Вы купили герань. Спасибо всем, кто говорит обо мне приятные слова. Смотрите, вы купили герань, независимо там, у меня, или на рынке, или где-то еще, не надо ее сразу кидаться, пересаживать, дайте ей недельку или две адаптироваться к новым вашим условиям. У нее меняется сторона света на той, того подоконника, на котором она стоит. У меня там на западе стоит. У вас может быть там восточное окно. Но если нужно привыкнуть к вашим условиям, дайте ей постоять хотя бы недельку или две в этом горшочке. Ведь она жена до этого. Не пересаживайте вы ее сразу. И вообще любое растение не кидайтесь пересаживать. Это двойной, а то и тройной стресс для всех растений. Я знаю, что у меня правило пересадки. Когда у меня есть время и желание, я пересаживаю. Все адаптируются. О, Наташа, подожди. Перебью тебя. Все манипуляции, там подрезка, взятие черенков особенно, там перевалка. Дожидайтесь, чтобы просох грунт. Потому что если вы берете черенок с растения, которое полито, сидит в сыром грунте, он у вас с большой вероятностью не укоренится, а сгниет. Поэтому просушите грунт, сделайте потом подрезку на сухом грунте. Или возьмите черенок с сухого растения. Так, как осенью ухаживать за геранью. Ну вот сейчас мы будем ее заносить. Монофосфатом калия я ее полью перед тем, как заносить, чтобы корней было получше. У нее побольше. И заношу в дом, и она у меня будет зимовать на холодной лоджии. Друзья мои, я вот по вопросам вижу, что это недавно присоединившиеся к нам зрители. Я эфир сохраню. На все эти вопросы Таня уже отвечала. У меня садится аккумулятор. Сейчас нас, в общем, разъединят. Таня, спасибо тебе большое за то, что ты нам так все подробно Спасибо и тебе, что пригласила меня. Давай еще раз проведем. Прям вот можно еще раз. Те, кто не успел, еще раз расскажем. Тем более мы уже натренированы, как это подключаться. Я сегодня первый раз. И я нервничаю, и переживаю. Вообще мне, может быть, двойку слушать или поставить. Ну, я бы хотя бы на тройку рассчитывала. Только пятерку. Все, друзья, всем спасибо. Всем пока. Завершаем. Все, всем спасибо. Пока-пока. Таня. Спасибо. Пока.